Управляешь мыслями Я земли не чувствую Как же долго ждал тебя Где же ты была всегда Обниму тебя, любя И не брошу никогда Обниму тебя, любя И не брошу никогда Как весна прекрасная Как любовь опасная Смыслом ты наполнила Жизнь мою несчастную Грешная моя душа Лишь с тобой покой нашла На земле с тобою рай Ты его не забирай На земле с тобою рай Ты его не забирай Утопаю в нежности Задыхаюсь в вечности Мое сердце грешное Обогрело нежностью Как же долго ждал тебя Где же ты была всегда На земле с тобою рай На земле с тобою рай Ты его не забирай Ты мое сокровище Ты мое пророчество Без тебя хорошая Даже жить не хочется Как же долго ждал тебя Где же ты была всегда Обниму тебя, любя И не брошу никогда Обниму тебя, любя И не брошу никогда Добрый вечер, Гомель Это прямой эфир на телеканале Беларусь 4 Вы можете тоже стать участником нашего проекта Для этого достаточно позвонить по телефону 34 22 43 И присоединиться к нам в прямом эфире Сегодня, дорогие друзья, музыкальное настроение на нашем канале создают Екатерина Новикова и Сергей Сокольникова Это музыкальный дуэт Гомельского городского центра культуры Мне кажется, ребята заслуживают Этих бурных аплодисментов Ребят, добрый вечер Спасибо, что пришли А вот песня такая, знаете Такая вот лирическая Где-то там местами грустная Вот мне интересно, кто автор этого произведения? Серёжа Серёжа, это ваше Получилось, что это я, да, автор Полностью, вот полностью так вот решили Вот эту несчастную любовь перенести Нет, она не несчастная Мне так показалось Он просто, вот, он любит просто Ну, по сценарию песни как бы любит, да Вот, этого человека Ну, это когда-то были стихи А и так получилось, что вот мы вдвоём доработали музыку Ну, Катерина украсила Конечно Украсила эту песню Ребят, мне вообще кажется, что музыкантом быть здорово Вот, потому что всегда есть чем заняться Там, репетиции, концерты Или всё-таки предпочитаете вечера проводить в кругу семьи? Ну, вечера хотелось бы больше проводить дома В кругу семьи, в кругу близких, любимых людей Но не всегда удаётся это сделать Потому что музыкант — это такой человек, который многое отдаёт времени репетициям И часто мы возвращаемся домой ближе к полуночи Вот, поэтому... После репетиции? Да, то есть времени совсем мало А если вот выпадает вот так вот свободный вечерок Чем занимаемся? Нет, конечно, не без этого есть такие вечера, когда есть свободное времечко Ну, и я как женщина могу сказать так, что я люблю проводить время на кухне А, как только свободная минутка, сразу на кухню, дорогие друзья Кстати, могу поделиться с вами рецептом тыквенного салата Который очень любит мой муж Так, слушаем внимательно Значит, для него нужно 200 грамм тыквы натереть на тёрке Свеженькая тыквочка такая, сейчас вот актуально очень, да Одно яблочко среднее тоже натираем Для заправки я добавляю 5 столовых ложек лимонного сока, 2 столовые ложки мёда Всё это перемешиваю и украшаю семечками Ну, такой, какой-то такой диетический ужин у вашего супруга, Катерина Это его любимый салат Спасибо большое, очень такой полезный рецепт Сергей, чем ты занимаешься в свободное время, вот пока жена, например, твоя готовит ужин? Я тоже люблю на кухне быть, в другом амплуа немножко В каком? По-другому, за столом, да Знаешь, как это важно, когда супруга готовит, и кто-то есть, кому-то съесть Это очень важно, на самом деле Ну, как бы, помимо музыки ещё там есть интересы у меня, там я играю в футбол В общем, занимаюсь всякой ерундой, да То есть вечера все расписаны? Да, расписаны И ещё, помимо этого всего, я вот с сыном немножко отвлекаю его от телефона Сейчас дети любят телефон, и поэтому я придумал, могу показать кое-что, что я придумал Сейчас, подождите Давайте поддержим Сейчас Сергей нам что-то покажет Вот, я вам покажу бутылочку Это на самом деле не бутылочка, а кормушка уже стала А, кормушка для птиц Да, вот кормушка, смотрите, это вот палочка из-под суши Вот, кстати, она Вот здесь отверстие из бутылочки Вот, можно гвоздиком проделать, иголочкой, кому как удобно А в чём смысл ещё раз покажи? Объясняю, сейчас подождите Смотрите, вот палочка, да Вот птичка прилетела, вот садится вот сюда, либо сюда, или две птички И вот здесь вот дырочки насыпаются сюда А, ну, их можно сделать побольше, да, чтобы просто она могла туда Ну, желательно побольше, чтобы не мучилась птичка, чтобы ей удобно было, в общем В итоге получается вот А вот и готовая кормушка Да, вот получается вот такая вот кормушечка Сергей, вообще прекрасная идея, спасибо Спасибо большое Дорогие друзья, как видите, вариантов, конечно же, как хорошо, с пользой провести вечер очень много Сегодня мы поговорим о том, как общее увлечение объединяет людей В общем, сегодня в прямом эфире, дорогие друзья, мы ищем простые способы улучшить жизнь И самое главное, объясняем, почему они работают И своими дельными советами поделится психолог в студии Людмила Тутынина Людмила, добрый вечер Добрый вечер, Наталья Вот смотри, Людмила, мы вот к вечеру обычно все очень слишком устаем для того, чтобы заняться чем-то полезным И иногда, вот мне кажется, что даже почитать книгу, вот как ребята приходят уже поздно, просто вот, ну, лень, просто нет сил И, конечно, многие тратят свой вечер на просмотр сериала, на интернет А вообще, как правильно? Надо отдыхать после работы Что такое идеальный вечер? Ну, скажем так, еще и с пользой, если Вот могу поделиться наблюдениями из жизни Парадокс в том, что много людей заявляют, что для меня семья – это самая важная, самая цена Например, моя супруга, она самая лучшая, ее больше всех на свете люблю Или мой муж самый замечательный Но по логике, или мои дети самые лучшие, я их очень люблю И по логике, если мы что-то любим, да, что-то для нас очень важное, ценное Наверное, мы должны в это как-то вкладываться, да, в это любимое Как-то мы должны уделять этому время, правда? Или, ну, как-то показывать с собой, своей жизнью То есть идеальный вечер, в твоем понимании, это забота, прежде всего? Это какая-то забота, слово не могу вспомнить И смотрите, что получается К вечеру мы настолько уставшие, да, что объект нашей заботы, о котором мы говорим, остается без нашей заботы Вот смотри, Наташа, ты говоришь Кто-то в интернете, кто-то там еще в соцсетях, ну, в общем, кто где А где вот этот момент склеивания? И поэтому, вот, психологи говорят о том, что крайне важно планировать вечера То есть мы умеем планировать рабочий день, да Но мы не планируем заботу о наших близких И, кстати, вот сегодня вечером мы могли бы этим и заняться Да, распланируем идеальный вечер Вот такой вот стандартный идеальный вечер Из чего он может состоять? Вот смотрите, какие ингредиенты должны быть? Коли мы заявляем, что для нас самое важное – это семья Ну, наверное, очень важно всем вместе покушать, правда? Посидеть за столом То есть для этого нужно приготовить хотя бы легкий какой-то ужин, правда? Годится? Чай, ужин, все, кто что любит Чай, ну, что-то такое, что объединит нас за столом Второй момент Возможно, дома не очень прибрано и хочется что-то, ну, хотя бы вещи, что называется, разложить по шкафчикам Но уделить этому можно 15-20 минут Если каждый день, то оно не будет А если еще это разделить между супругами и детьми? Конечно, конечно Кто-то убирает детскую, кто-то убирает ванную комнату И так 15-20 минут Что еще важно, вот мы проговорили, чтобы что-то скрепляло нас Может быть, какое-то общее занятие Кстати, приготовление ужина, да, это и может быть общим занятием Ну, по крайней мере, поглощение его точно, правда? Ну, по поводу совместного хобби Вот у кого есть дети, было бы здорово, если бы мама и папа и ребенок что-то могли вместе делать Ну, например, играть в игру, которую предложит ребенок, да? То есть, в любом случае, хобби или какое-то увлечение может укрепить семью? Обязательно Но, Наташа, я вот придумала еще один важный рецепт Если в системе наши зрители будут смотреть нашу программу Добрый вечер, Гоми Это тоже будет способствовать укреплению семьи Укреплению семьи, и мне кажется, дорогие друзья, обязательно вечер вам покажется, что такое, с пользой, что называется Мне вот интересно, Людмила, а что делать, если семья уже есть, допустим, а вот общего увлечения нет? Да еще и плюс супруги, допустим, разные по темпераменту Вот здесь вот как? Вот как здесь? К этому нужно относиться достаточно спокойно Не нужно искусственно клеить, склеивать, да? Вот давай будем вместе, там, на рыбалку Хотя жена дома, домоседка, она не любит ездить с мужем на рыбалку Или нет, пойдем на танцы, ты будешь со мной ходить на танцы, я люблю танцевать А муж, он неуклюжий, он не любит танцевать, да? Наверное, нужно позволить каждому заниматься еще и своим делом каким-то Мужчины любят где-то там строгать, пилить, там, может быть, и тоже интернет Дети любят там что-то моделировать, что-то играть, там, какое-то лего Но очень важно, вот что-то вместе скрепляло Возможно, это, Наташа, просто обыкновенная беседа Вот все вместе собираются, это как хобби Обсудить, что у тебя на работе, а что у тебя, а что у тебя там в садике, в школе И вот это не то, чтобы это хобби, да? А это семейная и консультация, и семейный какой-то, ну, вот это время в мессе проведенное Это даже нельзя назвать хобби Ну, скажем так, совместная такая вечерняя прогулка, неважно где, но главное с кем Это когда уже вот душа с душой, да, вот говорит, вот это важно Спасибо, Людмила, эти аплодисменты, да, для тебя Дорогие друзья, очень интересно, а как вы проводите вечер после работы? Звоните в студию 34 22 43, пишите в Вайбере И, конечно же, участвуйте в нашем конкурсе Сейчас разыграем пригласительный билет на выставку 829 дней Эта выставка проходит в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей Вопрос, скажем так, несложный По телефону 34 22 43, звоните на прямой эфир и отвечайте Итак, вопрос, надо продолжить пословицу про рукоделие Шей да пари, еще раз, шей да пари И я вот жду ваше продолжение по телефону 34 22 43 Итак, как провести осенний вечер с пользой в кругу семьи Например, чем заняться, когда уже ужин приготовлен А вечер в самом разгаре Можно, дорогие друзья, научиться интересному ремеслу Например, делать модные украшения для дома, для себя Но самое главное, своими руками и причем всей семьей Приготовьте старые банки, салфетки, краски и ножницы Начнем сразу после рекламы Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир Напоминаю, это программа «Добрый вечер, Гомель» У нас сейчас конкурс, есть телефонный звонок Для начала я напомню условия конкурса Надо продолжить пословицу про рукоделие Итак, еще раз повторю, пословица как звучит Первая часть «Шей до пари» И мне подсказано, у нас есть телефонный звонок Может быть, участник конкурса Добрый вечер, вы в прямом эфире Добрый вечер Как вас зовут? Меня зовут Ксения, хочу продолжить Ксения, мы слушаем внимательно Итак, «Шей до пари» Не будет плохой пары Ксения, эти аплодисменты для вас Вы наш победитель конкурса первого И, кстати, пригласительный билет на выставку 829 дней В Гомельский дворец Румянцевых Паскевичей тоже достается вам Эти аплодисменты еще раз Ксения, а вот скажите, пожалуйста Вот ваш самый идеальный вечер Какой он? Он уже давно у меня был Благодаря вашей передаче Ну, я имею в виду идеально в том плане Чтобы что-то делать, рукоделие Вот эта тема мне Близка Давно уже на душе То есть мне уже что-то хочется поделать Но никак время туда-сюда не получается Думаю, что вот посмотрю, что вы там еще что-нибудь интересненькое расскажете Может быть, вдохновлюсь и начну что-то делать Своё воспитание может продолжить Спасибо большое Но я вам хочу сказать, что вы можете прямо сейчас и повторять за нами Мы сегодня действительно научимся одному очень интересному занятию Так что смотрите нашу программу Спасибо большое за телефонный звонок Итак, как провести вечер? Полезно, интересно и желательно в кругу семьи Вот есть сообщение от наших телезрителей Катерина сообщает, что собирает всей семьей пазлы Тарас говорит, что по вечерам у них танцы бальные и тренировки до упаду Ну вот, Людмила, о чем ты говорила? Главное, такой совместный вечер Дарья сообщает, что вечером добирается до интернета И здесь все пропало у Дарьи Дарья, вы не одна такая Поэтому смотрите нашу программу И я думаю, вы найдете себе альтернативу интернету на вечерок Жанна говорит, что вяжет по вечерам Смотрит сериалы, и ей очень нравится такой отдых Антон сообщает, что люди настолько привыкли жить в режиме онлайн Что даже вечера исчезает у нас сегодня в виртуальном пространстве Антон, здесь, конечно же, сложно не согласиться Ну, а Карина, она любит устраивать домашние фотосессии по вечерам Ну, на самом деле, обратите внимание, сколько интересных идей Как интересно мы находим какие-то интересные занятия для вечера Итак, я напоминаю, что сегодня своими советами В прямом эфире поделятся и наши следующие гости Я хочу их представить Это Юлия Радова и Людмила Рященко Добрый вечер Спасибо, что решили этот вечерок, что называется, провести вместе с нами Юль, ну вот с тобой наши зрители уже знакомы Ты у нас известная мастерица Ты у нас талантливый стилист-дизайнер одежды Твои наряды часто можно увидеть на подиумах страны, да, на наших самых красивых моделях Расскажи, с кем ты пришла сегодня, вот познакомь Это сегодня со мной моя мама Я таки думала Да Я думаю, мама заслужит этих аплодисментов Это вообще такая самая замечательная компания Ну, я так понимаю, что творческая жилка у тебя от мамы Не зря ты пришла сегодня с ней к нам Конечно, я как-то уже говорила, что, в принципе, шить, кроить, выдумывать модели Я стала только потому, что у меня мама когда-то работала в этой сфере А часто вообще рукодельничаете вместе, Людмила Анатольевна? Да, часто И с детства, и когда еще маленькая она была И подключала, собственно, мальчишек У меня трое детей, так и подключала мальчишек к рукоделию Ну, мальчишки есть мальчишки, они не очень это как бы любили Но, тем не менее, что-то нет Что-то их интересовало, это подключались Особенно подготовка к Новому году, когда, знаете, вот идет, вот там подключаются всегда все Ну, на самом деле, сегодня, когда снег уже выпал, уже чуть ли не сугробы на улицах Мне кажется, подготовка к Новому году уже у всех внутри такая, вот знаете, эмоциональная началась Скорей бы, скорее бы Да, скорее бы Я думаю, что вот, кстати, то, что мы сегодня будем делать, очень полезно Я вот хочу обратить внимание, вот эти фантастические вещи, которые вот вы принесли сегодня в нашу студию, на нашу программу Вот скажите, Людмила Анатольевна, неужели все это сделано вашими руками? Да, это все сделано моими руками Покажите, покажите, расскажите, потому что столько всего интересного Вот, например, что вот это такое, из чего это делается? Это обычная шкатулочка, ну как шкатулка, это коробочка из-под конфет, в принципе И потом я ее задекорировала в стиле декупаж А это рис? Это, да, потому что декупаж, туда можно использовать все, рис, горох, кофе, гречка Все, что осталось после ужина Да, все, что хотите А что вот это такое? Очень, и такое, какой-то такой, знаете Это, да, тоже стиль декупаж, это металлик, в принципе, декорирована обычной салфеткой Вот такой вот, да, выложена она в виде, как будто ткань И потом закрашена и... Удивительно, дорогие друзья Мне кажется, это просто удивительно, да Наверное, у вас весь дом, Юля, у тебя... Бутылочка из-под масла Да, это обычно... А, это что, что? Это обычная бутылочка из-под масла, потому что... Стеклянная или какая она такая? Да, стеклянная бутылочка из-под масла, они у меня были, да И, ну, это вот они все в одинаковом, как бы, тоже декупаж И все это сделано, дорогие друзья, в технике декупаж Вот знаете, что самое интересное во всей этой истории? Что вот эти вот обыкновенные коробочки, использованные когда-то, баночки, да Превращаются вот в такие, не побоюсь этого слова, произведения искусств Ну, на самом деле, заниматься творчеством сегодня действительно интересно и очень модно Куда ни глянь, у нас каждый второй там шьет, там кто-то там вышивает, кто-то клеит, вот мастерит Да, вот как Сергей сегодня нам показывал свое мастерство Ну, вы знаете, вот незаметно сам так начинаешь соблазняться И вот уже руки прям чешутся, и хочется на что-нибудь такое вот красивое, да, такое сделать, желательно полезное Ну, дорогие друзья, ну, если для вас, например, вязать сложно, вышивать долго, рисовать вы, допустим, не умеете Мне кажется, самое время попробовать декупаж Довольно креативный вид, декоративной техники, которую по достоинству уже оценили мастера и просто творческие люди, кстати, всего мира Декупаж имеет очень богатую историю Этой техникой занимались как известные люди, так и простые люди Так что же такое декупаж, вот более подробно, вот прямо сейчас, в нашем сюжете Давайте посмотрим Декупаж — это техника, которая включает в себя умение очень аккуратно вырезать и обрывать рисунок И наносить его на поверхность так, чтобы в итоге это выглядело как единое целое, как роспись Такое рукоделие появилось еще в 17 веке в Венеции, когда находчивые мебельные мастера Переносили сюжеты картин знаменитых художников на поверхность мебели и покрывали несколькими слоями лака Кстати, в то время декупаж назывался искусством бедняков, так как во главу угла оставилась именно экономия Со временем декупаж оценили и богачи Например, королева Франции Мария Антуанетта вела в моду декорирование украшений и интерьера именно таким способом А биографы Пикассо отмечали, что известный художник декорировал абсолютно все, начиная от болванок для париков, заканчивая стенами и каретами Но основоположницей современного понятия декупажа как хобби называют Англию Именно здесь, в 18 веке, художница Мэри Деланей стала создавать восхитительные работы в технике бумажная мозаика Их и в наше время можно увидеть в Британском музее Не так давно техника декупажа получила огромную популярность и в нашей стране С ее помощью можно украсить любую вещь, принесив дом новизну и индивидуальность И вот мы тут стали спорить с Людмилой, что же мы этим-то не занимаемся, вот всей этой красотой на самом деле Но у меня есть такой небольшой опыт в декупаже, ну вот на уровне салфеток Я думаю, что сейчас все секреты раскрывать не будем Людмила Анатольевна, вот расскажите, что может быть основой под декупаж? Вот что все-таки, в принципе, можно декорировать таким способом? Мы видели салфетку, мы видели вазочку, но я смотрю, там еще много очень интересных вещей Расскажите нам Так, декорировать мы можем декупажем абсолютно все, что вам жалко выбросить, скажем так Вот это самое важное Да, потому что я знаю, что в любой доме остаются какие-то бутылки, которые мы можем декорировать в стиле декупаж Я даже не представляю, что это сделано вот у стола Нет, это... Мне очень жалко выбросить шкаф А вы знаете, вы можете декорировать Можно декорировать мебель многие Особенно вот кухни, где поношено уже где-то что-то Если наклеить красиво салфеточку, покрыть ее лаком, это ваша кухня еще прослужит долго-долго-долго-долго И оно не так, как у всех будет Очень оригинально Да, не так, как у всех У меня знакомая, например, декорировала холодильник, который у нее прослужил сколько-то лет Он уже где-то с переездами был поношен Она его декорировала и тоже просто не узнать Это очень-очень красиво А где вот из этих вот предметов, я просто слышала, как вы шептались перед эфиром Находится какая-то пачка сока Вот обычная пачка сока Как сочный Превращается Превращается легким движением руки вот в такую вот вазочку Она очень легкая А выглядит так массивно Для устойчивости просто делается подножечка такая И в нее можно... Ну, вы знаете, Людмила, мне кажется, что надо сегодня не только Людмилу, но и всех наших зрителей научить декорировать Начнем там с чего-нибудь мелкого Но, в принципе, эти методы спокойно можно перенести и на шкаф Так что, Людмила, да, сегодня будем учиться Расскажите нам, пожалуйста, какие материалы, какие инструменты вообще использует мастер декупажа? А, собственно, инструментов, собственно, никаких особо таких не надо Нужны только кисточки Клей ПВА Обычный клей ПВА Обычный клей ПВА, который есть в канцелярских товарах Ну, для покрытия лаком, конечно, акриловый нужен Лак акриловый, он тоже продается в канцелярских товарах И акриловые краски Ну, я заменила акриловые краски, потому что они дорогие И я их заменила обычными красками Гуашь Гуашь С добавлением клея ПВА А, то есть можно смешать краски с клеем Когда она с клеем, она приклеивается, краска И тогда уже кисточкой спокойно можно возюкать Я вижу ужас в глазах Сергея Он Пытаюсь это все запомнить, а у меня не получается А вы вообще можете представить, что из всего этого в результате должно что-то получиться? Кстати, что вот посоветуете, с чего начать, начинай, ну, скажем так Вот самому-самому начинающему мастеру декупажа Вот что попробовать декорировать? До шкафа, чтобы до шкафа там еще, я понимаю, далеко, да? Да, я поняла Очень можно спокойно, спокойно декорировать И любая хозяйка это оценит Это можно досочку, которая разделочная доска Это самое простое, потому что уже дерево И спокойно можно наклеить, хорошо держаться И покрыть только И эта доска будет очень красиво украсить вашу кухню Можно декорировать, например, вот коробочка обычная из-под бальзама А у меня таких коробочек тоже много А их у всех полно Какие такие коробочки-то тебе, да? Да То есть коробочка от шампуня или бальзама какого-то? Да, вот такие вот коробочки Вот они превращаются, собственно, в обычную вот такую шкатулочку А, в такую шкатулочку Да, которая тоже, она потом прослужит у вас и как Вот такого плана Да, вот, пожалуйста, такого плана То есть я так понимаю, что мы сейчас можем что-то попробовать сделать Вот сколько времени уйдет, например, на декорирование такой баночки? Вы знаете, вообще время очень трудно, как бы сказать Потому что там немножко идет этап как бы с прерыванием, ну, так сказать, на рекламу Правильно-правильно Потому что вначале надо нанести грунт, и он должен подсохнуть Поэтому мы должны в это время куда-то уйти, так сказать, нехай себе высыхает А потом уже будем творчески заниматься Итак, первоначальный этап это что? Нанести на поверхность грунт А что это такое грунт? Это белая краска Грунт это может, да, заменить Вот обычные салфетки, все очень дешевое Вот обычные салфетки, которыми мы вытираем рот во время обеда Ты, в принципе, можешь, наверное, сразу это будет показывать Конечно, я думаю, что Катерина или Сергей кто-нибудь захочет подойти Готово? Ну что ж, Катерина, тогда Ну давайте я сразу буду показывать Да, а мы действительно, дорогие друзья, будем записывать или запоминать Итак, техника Декупаж сегодня на Беларуси 4 в прямом эфире Сейчас, кратичка, мы порвем просто вот эти салфеточки Просто очень просто рвем на маленькие кусочки Просто берем вот так вот и вот так вот их разрываем Это для того, чтобы было хорошо, легко за... Я подыграю, чтобы как-то веселее Конечно, конечно Это очень дети любят это делать Вот, когда я, может быть, начну как бы что-то делать, чтобы у нас повысили себе работу А подожди, Юля, а вот в этом процессе какова вот твоя роль? Я вообще хотела бы, ну, на крышечку Мы обычно крышечки как-то украшаем Или это вот полимерная глина, или это вот пластик какой-то А я сегодня хочу сделать цветы из фоамирана Цветы из фоамирана? Да, цветы из фоамирана Тебе нужна помощница у нас есть? Ну, я думаю, вот, да, Люда есть Я думаю, она согласится мне помочь Конечно, вдруг у нее шкаф будет весь в цветах потом Да Итак, начнем первый шаг Мы рвем... Давайте только по очереди Сначала начинаем декорировать нашу баночку Так, да, я просто покажу, как это делается Вот клеем обычно, ну, перед тем, как если вот она немножко глянцевая такая Чтобы легко наносилась, немножко можно подшкурить Вот тоненькая шкурка берется, она просто вот так вот зачищается Ну, чтобы было прилипание хорошее Ну, вот, потом это протирается губочкой И вот наносится клей вот таким вот образом у нас Так, брюки превращаются, не наносится клей Это нормальный такой момент, да, мастера Мы сейчас открутим Вот здесь вот нам нужен Сергей Вот без мужчины даже здесь никак не обойтись Откройте, пожалуйста, крышечку А в это время Юля расскажет нам, что такое фоамиран 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 Это, я так понимаю, материал, который еще называют фом просто кто-то Кто-то называет пластичная замша Вообще, как бы этот материал к нам пришел из Ирака, так, да И, ну, Турция Потом в дальнейшем стали, да, Китай делать И, собственно говоря, сейчас производители так и есть Вот он, ой, Ирак, Иран, Иран, Иран Ирак, Иран, какая разница, да, как говорим Я тоже, да, вот сижу, думаю, какая разница Один из президентов Так, и из Ирана То есть есть иранский, его же называют турецким А это что, такая вот, имеет большое значение, откуда вообще? Да, почему? Есть немножко разница Разница в цветовой гамме Во-первых, он бывает разных цветов Вообще, китайский, как бы, 20 обычно палитра В иранском, в турецком 24 цвета палитра Я обычно покупаю То есть очень много оттенков, я вижу Да, я покупаю тот и тот Еще покупаю корейский Есть еще тоже такой производитель Люда, Люда, вот скажи, что напоминает Вот пока Замша Такая очень приятная замша А, такая приятная и есть Да, это и есть замша, пластичная замша Но я так понимаю, что цветы, которые лежат вот возле Людмилы Это сделаны из этого материала Фомиран Фомиран Красота, мне кажется, да, дорогие друзья? Веночки можно делать Делают из него все, что... А, и вот такая вот тоже штучка Да, все, что хотите, можно делать Заколки, броши, цветы, игрушки Так вот, вы меня спрашивали, Наташа, в плане того, что чем вообще отличается Отличается и толщиной Есть толщина такие побольше, миллиметр, два миллиметра Вот из него делают игрушки, декор для одежды Столько тонкостей надо знать, чтобы что-то получилось А есть тоненький, 0,3 миллиметра То есть он вообще тонкий, тонкий, тонкий Юля, а какой сегодня вот используешь для того, чтобы сделать обыкновенные цветочки для обыкновенной шкатулочки? Я сегодня взяла корейский Он достаточно тоненький, ну где-то 0,3 миллиметра И для цветочков я возьму китайский Он вообще тоже очень тоненький Я даже люди дам потрогать Предположим, вот это вот, которое для игрушек Сейчас мы будем с тобой делать Сейчас всю ночь, видишь, какой тоненький А здесь такой поплотнее Значит, смотрите, для того, чтобы сделать цветочки Я хочу сегодня Там моя мама Будет декорировать это в каком цвете вы хотите? Вот хотим, вот розовенькие розочки вот такие Вот, дорогие друзья, это очень важный момент. Нужно еще определиться, в каком цвете это будет, чтобы это все красиво сочиналось. Юля, вот одну секундочку. Давай мы подождем с цветочками. Все-таки у нас сейчас шкатулочка начинает делаться. Да, да, мы самый важный момент делаем. А мы будем немножечко делать, потому что долгая работа тоже. Людмила Анатольевна, так расскажите. Вы берете, Катя, вот что вы делаете? Расскажите. У тебя так получается хорошо. Я уже ее научила. То есть ты просто приклеиваешь основу. Значит, на пустую, на вот такую. Чистую ванночку. Прошкуренную. Сначала промазываем, вот так вот клеим. Потом берем салфеточку, прикладываем и разглаживаем сверху вот так вот опять кисточкой. Кисточкой, слабенько, так аккуратненько, знаете, как вот ребенку носит. Но потом это все должно высохнуть. В одну сторону, в другую. Оно высыхает очень быстро. Итак, пока вы делаете основу, мы же смотрим за цветами. Слушаем внимательно. Юля, что там происходит? Я хотела сделать сиренку. Цветы сирени все знают. Я взяла сиреневый фамиран. Его можно взять другого оттеночка, такой больше. Но мы все равно его еще будем тонировать. Я тоже потом расскажу, что такое тонировка. Делаем такие маленькие квадратики, ну где-то 2 на 2. Да, для сиренки 2 на 2. И потом, вот я людям уже показала, делаем просто прорезики. По бокам? Да, по бокам. Не факт, что я делаю все правильно. Нет, все правильно, я контролирую процесс. Делаем надрезики так, чтобы было видно. Вот делаем такие надрезики. И потом вырезаем цветочек. Ничего сложного я пока здесь не вижу вообще. Все очень просто. Да, это пока рядом учитель, все легко. Люда, где цветочек, которые вырезала ты? Покажи. Подожди, подожди. Сейчас, не все так быстро. Делаем сначала такие цветочки. Вот Люда мне нарезает квадратики, а я буду... А ты давно вообще? Юля, давно уже с этим материалом работаешь? Ну так, на профессиональном уровне я думаю, что я работаю где-то год. А вообще занимаюсь, наверное, года 2. Ну, просто сразу такие вещи продавать нельзя, предлагать людям, поэтому нужно, знаете, руку сначала набить. Родным, конечно, можно что-то, себе какие-то заколочки. Но это такая тонкая достаточно работа, то есть я прошла курс. Да, обучение, ездила специально. Я в Киеве была. Да, в Киеве я была. Так, может, артели организуем? Я уже почти готова. Да, это артели уже и существует, уже семейное творчество тут вовсю в прямом эфире развивается. Итак, я, дорогие друзья, хочу обратить внимание, что сегодня в прямом эфире мы осваиваем технику декупаж. Вот обратите внимание, наши гости, Людмила Анатольевна, Юля, они делают сегодня шкатулочку из старой, такой вот, скажем, использованной баночки для бальзама или шампуня, которые есть в каждой семье. Итак, что у нас получилось, Людмила Анатольевна, на данный момент? Мы оклеили клей ПВА, если я правильно понимаю, да? Да, клеем ПВА вот этими салфеточками, уже как вот показали, мы оклеили только первый ряд вот этих стеночку, коробочки. Таких рядов надо, ну, 2-3. Для чего, чем больше, ну, как, 3 достаточно, чтобы вот у нас она зелёненькая, а чтобы она была беленькая, потому что... Чтобы основа получилась белая. Белая, да, потому что какие рисунки мы будем наклеивать, они тогда будут ярче смотреться. Ну, с этим этапом вроде всё понятно. Затем высыхает, и что мы делаем дальше? Всё, и потом вырезаем вот эти вот салфеточки, вот когда... То есть начинает самое интересное. Самое интересное, да, и вот это любят дети очень делать, поэтому надо всегда подключать кого-нибудь. А покажите, какую вы выбрали салфетку, какого цвета у нас должна получиться на шкафу? Значит, салфеточка вот я выбрала, она немножко порвалась у меня, вот такая вот обычная салфетка. Салфетки, это вот двойные, тройные салфетки, вот они продаются тоже в хозяйственных магазинах, они бывают двойные, тройные, вот всякие вот. Люд, мы нашли украшение для твоего шкафа, вот такая салфеточка в лимончиках, посмотри, пожалуйста, как тебе... Почему бы и нет? Потому что вот эти... Эпизод вырывается, так сказать, наклеивается, и можно сделать очень красивый узор. Вот если кто, допустим, тарелки будет декорировать, берется больше салфетка вот целиком, такого вот рисунка, которая целиком наклеивается. Это вообще просто взял вот такую салфетку, наклеиваю. Да, и тарелка уже у вас получается очень-очень... Кстати, вы знаете, Сергею можно предложить декорировать гитару. Можно. Только у меня сейчас нет такой нужной салфетки. Только нет. А вообще можно подобрать рисунок. Салфетки сейчас очень много продается, всяких салфеток, красиво, глаза разбегаются, покупать, и поэтому это самое. Поэтому мы сейчас будем декорировать уже вот... Вот Катя мне сейчас поможет, мы просто вырываем, мы не вырезаем ничего, а вырываем. Это надо вырывать вот таким вот образом. Да, сейчас Катенька будет у меня это самое делать. Вот так вот, просто по контуру вот, допустим, вот этих розочек нам надо вот вырвать вот эти розочки. Это все очень легко делается, вырывается этот кусок. Ну и сколько таких, скажем, элементов должно быть для такой вот шкатулки? А это как вы хотите. Вы же можете целиком вокруг задекорировать, вот целиком. А можно, например, сделать только вот немножечко здесь. А остальное покрасить? Красиво покрасить шпонтиком вот такой вот. Вот. У меня все домашнее. Все такое с подручных материалов сделано. Да, все с подручных. Это обычная губочка, которая для мытья посуды, или заколка для волос, либо прищепка. Вот. И делается вот так вот складывание. Слушайте, хорошая штука. Дорогие друзья, вот обратите внимание, вот вам, пожалуйста, спонжик. Спонжик и, Людмила, видишь, у тебя есть такие вот эти заколочки? Есть. У всех они, думаю, есть. И потом спонжиком можно, например, вот, если мы задекорировали, вот, например, эту часть, то остальное закрасили красочкой. Вот просто макая красочкой. Сверху. Старая банка от шампуня превратится в стильную шкатулку, которая украсит любой интерьер. Поэтому присоединяйтесь, вот, проведем этот вечер с пользой, что называется. Очень интересно, как вы проводите вечер после работы. Звоните в студию 342243, пишите в Вайбере. Я хочу зачитать несколько сообщений от наших зрителей. Руслан сообщает, что вечер – это время для приятного общения. Ирина говорит, что она собирается на свидание. Да, ну, Ирин, мы вам всей студии желаем очень хорошего вечера. Это очень важно, это самая большая польза свидания. Александр говорит, что по вечерам старается не сидеть дома, а развлекаться с пользой театр, кино, прогулки. Ну, а Ольга сообщает, что вечер проводит с пользой на работе, деньги зарабатывает на новую квартиру. Ольга, эти аплодисменты для вас. Кстати, Юлия, скажите, пожалуйста, вот как часто вообще вы вот с мамой проводите вечера вне дома? Мне дома иногда проводим. То есть, когда нет рукоделия какого-то, когда нет домашних забот, что это за занятие? Я скажу, не знаю, раскрою такой секрет. В принципе, летом, когда уезжает мой муж и мой сын, вот тогда мы с мамой проводим вечера вместе. Да, а так как бы уже получается с семьей, ну, больше в ту сторону. Вот, тогда, конечно, да, мы проводим вечера, ходим в театр. А вы были на премьере в молодежном нашем городском театре? Я не знаю, на премьере это или нет, я, например, была в молодежном театре. Давно выходили? Да, уже давно, очень, ну, как не очень давно, но давно. Значит, на последней премьере вы не были? Нет. Дорогие друзья, вот я сейчас уточню, есть ли у нас телефонный звонок, я попрошу режиссера подсказать, есть ли у нас телефонный звонок. Дело в том, что у нас есть телефонный звонок. Итак, как провести вечер с пользой? Вот, действительно, можно заняться докупажем, а можно же, на самом деле, сходить в театр. Так вот, на днях в Гомельском молодежном театре состоялась премьера нового спектакля «Братишки». Подробности узнаем прямо сейчас у нас на сайте директор Гомельского городского молодежного театра Елена Мастовенко. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Елена, это программа «Добрый вечер, Гомель», телеканал «Беларусь-4», я ведущая Наталья Волынет. Ну, во-первых, мы все в этой студии, все наши зрители поздравляем вас с премьерой. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Елена, вообще, как все прошло, вот, премьерный спектакль? Замечательно. И по нашим собственным ощущениям, и по отзывам наших зрителей очень хорошо. Спасибо. Ну, а скажите, о чем вообще «Братишки», на кого, в принципе, рассчитан этот спектакль? Это очень смешная, очень динамичная, абсурдная и трогательная история. Это фрагмент из жизни одной любящей пары, которая стремится к простому человеческому счастью. Они стремятся стать приемными родителями. И их родственники по мере сил стараются им в этом помочь. И вот эта самая помощь приносит в жизнь главного героя совершенно немыслимые трудности, совершенно невероятные по своей нелепости ситуации, с которыми он должен справиться, должен их преодолеть на пути к этой их цели. Вот об этом. А рассчитан спектакль на самую разную возрастную категорию, потому что тема обычных человеческих отношений, семейные отношения, мужа и жены, братьев, окружения, это касается каждого из нас. То, что в принципе действительно заинтересует каждого вашего зрителя и нашего тоже. Скажите, пожалуйста, Елена, а когда состоятся ближайшие премьерные спектакли? Ближайший показ состоится 16 ноября в 19.00, а следующий в ноябре 24 числа в нашем театре. Ждем всех. Спасибо большое. Мы вам желаем хорошего вечера. И вот прямо сейчас, в прямом эфире, дорогие друзья, мы разыграем пригласительный билет на премьерный спектакль, который состоится 16 ноября в Гомельском молодежном театре. Итак, я хочу напомнить, что только что у нас на связи была директор Гомельского городского молодежного театра Елена Мостовенко. Эти аплодисменты для Елены. Спасибо большое, Елена, за информацию. Итак, разыгрываем билет на двух человек в молодежный театр на спектакль «Братишки». Для того, чтобы его получить, я смотрю, ребята так уже подготовились, но участвуют только зрители, дорогие друзья, наши телезрители. Итак, для того, чтобы его получить, нужно позвонить в студию по телефону 34-22-43 и ответить на вопрос нашего конкурса. Вопрос очень простой. Сколько лет исполнилось Гомельскому городскому молодежному театру в этом году? Еще раз вопрос. Сколько лет исполнилось Гомельскому городскому молодежному театру в этом году? Телефон 34-22-43. Ждем ваших телефонных звонков. Ну, а для тех, кто проводит этот вечер с нашей программой, с телеканалом «Беларусь-4», прямо сейчас Екатерина Новикова и Сергей Сокольников, вот этот самый музыкальный дуэт Гомельского городского центра культуры. Встречаем. Я засыпаю тобой, я просыпаюсь с тобой, не хожу, летаю, ничего не знаю. Понимаю только, что мой, мой новый день тобою пропитан. Солнечный свет любовью, облитый виду, улыбаюсь, держаться пытаюсь, но с каждой секундой в тебе растворяюсь. Ты сладким дурманом сном явился нежданным, мы улетим с тобой в нашу тайну, не отпуская дышать перестану. Ты сладким дурманом сном явился нежданным, мы улетим с тобой в нашу тайну, не отпускай, я дышать перестану. Я очарован тобой, я дурманен тобой, не живу, мечтаю, ничего не знаю, понимаю только, что твой, твой голосок душа моя слышит. Лишь твой нежный взгляд радугой дышит, иду, улыбаюсь, держаться пытаюсь, но с каждой секундой в тебе растворяюсь. Ты сладким дурманом сном явилась нежданным, мы улетим с тобой в нашу тайну, не отпуская дышать перестану. Ты сладким дурманом сном явилась нежданным, мы улетим с тобой в нашу тайну, не отпуская дышать перестану. Ты сладким дурманом сном явилась нежданным, мы улетим с тобой в нашу тайну, не отпуская дышать перестану. Ты сладким дурманом сном явилась нежданным, мы улетим с тобой в нашу тайну, не отпуская дышать перестану. Лапа-пай! Спасибо. Дорогие друзья, вот как вы проводите этот вечер после работы? Звоните в студию 34-22-43, рассказывайте нам в комментариях в Вайбере. Напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы осваиваем декупаж. Очень популярный вид рукоделия, участвовать в котором может вся семья. Яркий пример тому, это наши гости в студии Юлия и Людмила Анатольевна. Мама и дочь сегодня у нас в гостях. Пока мама делает шкатулку, напоминаю, из старой банки от шампуня или бальзама, что-то из этой серии, Юля вырезает цветы для украшения будущей шкатулки. Расскажите, на каком кто этапе? Юль, давай начнем, наверное, с цвета. Мы с Людмилой уже сделали вот такой букетик. Людмила, как справилась вообще? Людмила, получилось сложно? Скажи честно. Да, я считаю, что очень хорошо получилось. Мы один цветочек здесь забарковали, но мы никому не расскажем. У каждого мастера есть свои секреты. Сначала, конечно. Так, что ты теперь будешь делать? Сейчас я хочу сделать вот такие вот цветы яблоньки. Я говорила, что в принципе фоамиран еще можно выбирать чисто белого цвета или такого молочного цвета и потом его подкрашивать. Вот я сейчас хочу рассказать. Это могут быть художественная пастель или масляная пастель. Есть влажная. Мы с Людмилой делали влажной. Что значит влажная? Тонировкой. Это когда берется салфеточка. Так, я уже все потеряла, где у меня что. Берется салфеточка. Обмакиваем и потом подкрашиваем. Салфеткой подкрашиваем. Да, давайте я сейчас найду вот наша салфеточка. Сколько много тонкостей. Очень много тонкостей. Вот мы берем, оно берется и потом так аккуратненько подкрашиваем, подкрашиваем, подкрашиваем. Покажи, у нас получается такой розовенький лепесточек. Замечательные краски. А можно сухой, но это масляная пастель. Точно такой же способ. Раз, 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 и у нас получается такой способ. Вот у нас два листочка. Ну, немножко разные тона будут, но в принципе, когда мы их обработаем, они примерно... Это основа для будущего цветочка. Да, это основа для будущего цветочка. Дорогие друзья, уже все самое интересное происходит сейчас, а результат уже совсем-совсем скоро. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Людмила Анатольевна, что происходит у вас? Баночка медленно превращается в какую-то красивую шкатурочку. Да, вот я так вот ее задекорировала, вот, не полностью. Так, сейчас хочу немножко, как бы, контур обвести. А как вы это делаете? С краской, да? Тоненькая кисточка и, как я вам говорила, акриловые красочки. Просто аккуратненько, тоненько мы обводим, как бы, вот этот конкурс. Красная. То есть выделяем. Это любой цвет смотреть можно уже, это самое. Вот, и потом надо будет покрывать акриловым лаком. А скажите, пожалуйста, как Екатерина вообще справилась? Ой, она очень мне помогла, ей большое спасибо. Кать, ну скажи честно, это сложно. Главное, что ей понравилось или нет? Честно. Мне очень понравилась эта техника. Клеить салфеточки, зато посмотри, какая красота получает. Да, то есть с первого раза, действительно, у неумеющего тоже может все получиться. А что проще, петь или декупаж все-таки? Ой, я даже не могу ответить на этот вопрос. Везде нужна сноровка, как говорится. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы объявили конкурс. Сейчас разыгиваем билет на двух человек в молодежный театр, на премьерный показ спектакля «Братишки». Этот спектакль состоится 16 ноября. И два пригласительных билета, которые сейчас в нашей студии, как раз-таки на эту дату. И для того, чтобы их получить, надо ответить на вопрос нашего конкурса. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Напомню вопрос конкурса. Сколько лет исполнилось Гомельскому городскому молодежному театру в этом году? Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами знакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Александра, скажите, вы любите театр? Ну, сказать, что прям сильно люблю, ну нельзя, но отношусь положительно. Но если вы сейчас выиграете пригласительный билет в молодежный театр, мне кажется, ваше мнение немножко поменяется. О театрах вы давно были вообще в молодежном последний раз? Ну, в молодежном, да, давно. Ну что ж, как раз вопрос для вас. Итак, сколько лет исполнилось Гомельскому городскому молодежному театру в этом году? Ну, если я не ошибаюсь, то 13 октября этого года было 26 лет со дня образования данного театра. Вы не ошибаетесь, вы очень хорошо знаете историю театра. Очень странно, что вы там редко бываете. Ну что ж, мы восполним этот пробел. Два пригласительных билета вы только что выиграли в прямом эфире. Третья аплодисменты для вас. Дорогие друзья, напоминаю, что в Гомельском молодежном театре ближайший премьерный показ спектакля «Братишки» состоится 16 ноября. Итак, мы продолжаем. Добрый вечер. Сегодня мы решили рассказать, что такое идеальный вечер, как можно провести вечер с пользой. Чего мы только не делали сегодня. Это были и кормушки, это и кулинарные рецепты, это интересные советы от зрителей. Самая главная техника – декупаж. Вот, например, наш психолог Людмила Тутынина просто мечтает декорировать свой старый шкаф, но мы решили пока со шкафом повременить, и вот наши гости Юлия и Людмила Анатольевна, они решили начать с малого. И вот обучают нас и вас, дорогие друзья, сегодня в прямом эфире декорировать старую баночку. Вот бальзама для волос, от шампуня. Вот таким вот легким движением руки, я так смотрю, мы покрываем сейчас баночку лаком, да? Да. Это, в принципе, финал. Да, это финал. А сколько сохнуть должна такая баночка? Ну, он где-то сохнет полчаса, акриловый лак, но нужно два слоя, это как минимум, а то три. Это лучше просто будет, закрепит хорошо. То есть в любом случае у нас, как бы, времени эфирного, все моменты прошли здесь не хватит. Нет, вот я сейчас один слой покрою, и он успеет выступать. Но уже, по крайней мере, понятно, что делать. Сергей, вот что самое непонятное вот в твоих глазах сейчас я вот вижу? Вот скажи мне честно и откровенно. Что тебя испугало в декупаже? Нет, просто мне это нравится бутылочка. Я просто думаю, как попросить, как мне хочу. Мне нравится просто. Я продумываю ходы. Нет, я в нашей студии не просить. В нашей студии берут и делают, Сергей. Так что вот иди присоединяйся, возьми кисточку и попробуй. Я думаю, ты дома сможешь тоже сам декорировать, так же, как и наши зрители. Моя бутылка не хуже, чем эта. Ну иди попробуй, может быть, действительно проникнешься. Дорогие друзья, вообще, конечно, сложно очень представить, что еще полчаса назад это была такая вот старая банка из-под шампуня, и совсем скоро... Юль, мы уже готовы приклеивать цветочки. Чем мы, кстати, будем их клеить? Моим любимым клеем. Пистолетом. Ну, крышку... Селиконовый клей, но, в принципе, как бы можно, опять же, использовать обыкновенный вот клей. Ну, как бы мне этим просто быстрее и легче. Ну, крышечку мы не декорировали, да, в нашем студии? Ну, не декорировали, но ее можно декорировать. Просто это очень долгий... Ну, как долгий процесс, просто в рамках эфира мы точно не успели. Юль, мы что-то прозевали. Юль, мы только что что-то прозевали. Сергей, в чем был вопрос? Людмила Анатольевна, что вы ему так вот сейчас объяснили? Смотрите же, я вам демонстрирую. Давайте поддержим Сергея. Мне кажется, это он делает впервые. А я хвалю. Просто берем аккуратненько, правильно, да? Да, да, аккуратненько, просто вот как вот, знаете, вот как... Тихонечко, да? Следующий этап это будет гитара или шкаф Людмилы. Хорошо. Спасибо большое. Итак, спасибо, да, спасибо большое тебе, Сергей. А посмотрите, дорогие друзья, что делает Юлия. Она из обычной крышечки делает произведение искусства. Всего лишь с помощью ленточки и своих золотых рук. Наклеили фесемочку. Фесемочку. И все, и красота. Если бы было времени побольше, я думаю, что можно было бы тоже крышечку... Покрыть чем-нибудь, с окрасочкой или салфеточкой, чтобы она была более, более, более... Слушайте, а когда вот вы вдвоем дома вот занимаетесь таким рукоделием, о чем вы говорите вообще? Обсуждаете там домашние дела, соседей или больше о том, что сделаем следующим вечерком? Нет, обсуждается все. А скажите, пожалуйста, вот где все ваши произведения вот эти? Где они? Это у соседей, у подруг? У соседей. Какова их судьба в дальнейшем? Вот просто вот она пока вот сегодня стоит, завтра ее уже может не быть, потому что просто какой-то праздник или у кого-то день рождения идешь и даришь, потому что это сделано от души, своими руками, и это эксклюзив, больше такого не будет. Сколько шкатулок вот таких из старых баночек от шампуня и бальзамов есть у вас? Вы считали, сколько вы делали уже? Не считала. Юль, мама часто радует такими подарками? Да. Мама на какие-то мелкие праздники, ну там, мелкие. А мелкие-то какие вот мне интересно? Мелкие праздники, это просто пришла в гости. И принесла. И приносит какие-нибудь штучки. У меня на работе стоят такие шкатулочки, у меня дома стоят шкатулочки. Ну, это интересно. Ну, День Святого Валентина, Новый год, 8 марта, ну, именины, день рождения ребенка, потому что все, что хотите, можно это подарить, и потому что это, ну, вот как вот я говорю, вот на день рождения, вот Юля, например, сделала вот такую вот коробочку. А, Юль, так это твой подарок на день рождения? И что-то будешь в ней хранить? Ну, как всегда, что-то для рукоделия. Или какие-то украшения, мне кажется, тоже. Можно. Ну, вообще, скажите, что пожелаете начинающим рукодельницам? Которые, может быть, боятся. А не надо бояться, надо просто начать. И это настолько увлекает, это просто и увлечет и детей, и внуков. Это очень увлекательно. Я говорю, даже вот это, как говорят, хобби, это поделки для ночников, так сказать, кто не спит по ночам, потому что садишься вечером, делаешь, смотришь, уже петухи запели. То есть уже, потому что настолько увлекаешься всем этим. Так мы даже не заметили, как пролетел наш прямой эфир сегодня. Как пролетит время. Сейчас прошел, я не могу сказать, что в декупаже, потому что все вот так вот получилось. Но Сергей понял для себя, как завершать этот процесс. Ну что ж, дорогие друзья, согласитесь, декупаж — это все-таки великолепное хобби. Такое увлекательное и где-то даже, наверное, успокаивающее. Вот посмотрите, какая получилась крышечка. Вот такой семейный подряд, дорогие друзья, вот так вот за час-полтора с помощью, вот, мама, дочь, вот сделали такую красоту. Чудо, да просто чудо. Спасибо большое. Итак, что же, вот, что надо, чтобы начать? Мне кажется, в общем-то, никаких там особых таких умений, способностей. Наверное, все-таки необходимо немного времени и чуть-чуть терпения. И желания. И желания. Но мне кажется, ничем не сравнится это удовольствие, держать в руках вот эту вот, вчера еще баночку от бальзама, да, для волос, а сегодня уже шкатулочку за украшением. И мне кажется, вот именно за такими занятиями и проходят вечера с пользой. Ну, а где, дорогие друзья, где наши мастера? Здесь уже идет бурная беседа. Я так понимаю, Сергей и Катерина обсуждают, что же они будут декорировать, когда придут сегодня по домам. Но я хочу рассказать нашим зрителям о том, где наши мастера и рукодельницы, на самом деле, могут сегодня выставлять свои работы. У нас на связи Гомельский областной центр народного творчества. Если не ошибаюсь, то сейчас мы дозвонились заведующей отделом народной традиционной культуры. У нас на связи Анна Анатольевна Яченко. Добрый вечер, Анна Анатольевна. Анна Анатольевна, вы в прямом эфире. Ну, попробуем еще раз дозвониться Анне Анатольевне. А пока давайте еще раз напомним нашим зрителям, для чего используется, в принципе, декупаж. Для того, чтобы декорировать, как я для себя поняла, старые вещи превращать в новые. Декупажем можно делать, декорировать мебель, то, о чем мечтала Людмила. Можно декорировать обыкновенные бутылочки, баночки, коробочки. Бутылки из-под шампанского или с шампанским на Новый год декорировать, и будет красивый подарок. И не один год может прослужить даже такая вот бутылка, скажем, не для шампанского, но для каких-то там других напитков. Ну что ж, дорогие друзья, мы ждем телефонный звонок. Напоминаю, телефон прямого эфира 34 22 43. Есть еще немного времени, чтобы рассказать о том, как вы проводите вечера с пользой. Сегодня мы говорили про декупаж. Ну, таких вот интересных тем, таких интересных передач, мне кажется, должно быть побольше, чтобы каждый из нас понимал прекрасно, чем же, в принципе, заниматься каждый вечер. Подскажите, пожалуйста, будет ли у нас телефонный звонок или мы... У нас есть телефонный звонок. Итак, заведующий отделом народной традиционной культуры Анна Анатольевна Яченко у нас на связи. Добрый вечер, Анна Анатольевна, вы с нами, вы нас слышите? Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4» и ведущая Наталья Волынец. Вы знаете, сегодня мы занимались декупажем в прямом эфире. У нас такие две замечательные мастерицы, чему они только нас не научили. И вот хотелось бы узнать, а как вообще, расскажите, пожалуйста, обычному мастеру, может быть, народному умельцу возможности, есть какие-то организовать выставку своих работ? Что для этого необходимо? Да, конечно. Обратиться с предложением выставить свои работы в нашем выставочном зале учреждения «Гомельский областной центр народного творчества» можно как удаленно позвонив по телефону 33-70-95 или прислать сообщение на нашу официальную почту, которая размещена на официальном сайте учреждения. Значит, наш центр находится по адресу Кирова, 49, куда каждый желающий может обратиться, и наши специалисты с удовольствием ответят на все интересующие вопросы. А как вы оцениваете какие-то работы, кто может эту выставку сделать, кому помогает, кому нет? Да, значит, прежде чем произведение художника или мастера увидит публика, конечно же, перед этим оргкомитет определяет, насколько хороши его работы в профессиональном плане, в профессиональном отношении. И, к сожалению, мы не можем позволить себе принять всех желающих. И если у мастера или у художника не хватает по каким-либо причинам работ, мы предлагаем сделать совместную выставку с другими мастерами или художниками. Такая практика имеет место быть, и мы только приветствуем подобного рода проекты. Ну, то есть в любом случае получить какую-то консультацию, а может быть, даже поддержку можно в вашем учреждении? Конечно. Скажите... Конечно, наши двери всегда открыты. Спасибо. Ну, пользуясь случаем, конечно же, мы не можем не спросить, какие выставки предлагаете вот в эти дни для гомельчан и гостей города вот в ваш Центр народного творчества? На сегодняшний момент у нас в проходе замечательная выставка, персональная выставка живописи, небезызвестной в городе Гомеле Светланы Батраковой под названием «Рождение времени». На выставке представлены работы художницы, весьма, скажем так, вдохновляющие и с лирическими где-то мотивами картины, в которых художница совмещает как утонченные женские образы и природную грацию лошадей, можно сказать, даже в коем роде сравнение. И я думаю, что выставка принесет сердца каждого, кто ее посетит, поэтому приглашаем всех желающих проникнуть в «Рождение времени» глазами Светланы, тем более, что вход у нас для посетителей всегда свободный. Спасибо большое. Спасибо. Заведующая отделом народной традиционной культуры Гомельского областного центра народного творчества Анна Яченко только что была у нас на телефонной связи. Дорогие друзья, очень хочется надеяться, что советы нашей программы помогут вам жить интересно, увлекательно и сделают каждый ваш вечер все-таки приятным и полезным. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. Я благодарю всех участников. Ну а в конце, конечно же, песня. До новых встреч в прямом эфире. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Закрыв глаза, я жду тебя Во сне придешь, я это знаю Мы улетим с тобой туда Где место называют раем Вдохнув однажды запах твой Я голову свою теряю И говорю себе, постой Открыв глаза, я понимаю Знаем, что нельзя нам жизнь с тобой прожить Даже иногда с тобою нам не быть Я в твои глаза еще раз посмотрю Шепотом скажу Даже иногда с тобою нам не быть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok